Че я там говорил про старый движок? Беру свои слова обратно. Так, ну ладно. А это что такое интересное? Персонаж у нас автоматически приседает, поэтому не думайте, что это я присел, он сам. Типа грибы какие-то что ли? Блин, да чего ж красиво. Это было, как будто кто-то взял машину и взял его как коктейль. Главный компартмент был открыт и открыт с аштрейсом и бутом. Он был сделан для скрепленного музея, уничтоженный экземпляр. У кого-то, судя по всему, идея фикс какая-то была. Блин, ну какая в этой игре атмосфера, да? Чем-то напоминает Mist, если кому-то что-то говорит это название. Мисс Тривен. Офигенно. И это движок 2004 года. Обалдеть. Мне что, прыгать вниз что ли? Ну ладно. Блин, я не знаю, если мне раньше хотелось комментировать, то теперь я просто под впечатлением. Это настолько круто, как с тех пор, как мы вошли в пещеры, если это можно было назвать входом, но это просто настолько шикарно все, что слов нет. Вы посмотрите, да? Всегда любил пещеры. Я, кстати, как-то мне довелось в прошлом году с альпинистами совершить спуск в одну из них у нас тут недалеко от Уфы. Опасное дело, я вам скажу. Сломать себе что-нибудь, как расплюнуть. Особенно на таких вот мокрых камнях гладких. Так, аккуратно. Падать не надо. Кто расставил эти свечки? Вообще, что за тайна в этой игре? Что происходит? Постепенно, постепенно. Сколько времени прошло сначала? Я, честно говоря, не знаю. Вам это видно там по счетчику. Ну, за это время, в общем, они смогли из такого, ну, как-то такого пассивного отношения к игре пробудить уже натуральный интерес. То есть, последний минут пять мне уже совершенно не наплевать, что же тут происходит. Я прям заразился этой игрой. Да. Ну, и кроме того, это все, конечно, очень красиво. Ну, посмотрите, да, какая красота. А тут было три дороги. Либо туда пойти, либо туда пойти. Либо туда пойти. Либо сюда пойти. На, пошел прямо. Но сначала я хочу пойти туда. Там что-то очень красивое. Хех, я прямо как ребенок в магазине со сладостями. Ну, это, похоже, просто грибы, да? Ладно. Давайте поднимемся наверх. Ну, и тут следы присутствия этого непонятного художника, скажем так. Прям хочется потрогать. До того все круто. Что все это значит? Что все это значит? Ну, это, по-моему, просто прекрасно. Ой. Ну, ладно. Наш персонаж уже все равно весь мокрый, так что, ничего страшного. Я бы с удовольствием в этом схлопался. Будь я там на самом деле. Преклонись перед мощью Дамаска, что ли, как-то непонятно. Ух ты, елки-палки, сколько у вас тут. Какие-то схемы. Прочь из города. Я, честно говоря, последние два слова прочитать не могу. Не знаю. Коренья. Дамаска. Надо сказать, что, по ощущениям, мы поднимаемся уже к выходу из данных пещер. Похоже, что... Хотя могу ошибаться. Так, придется по-новой замочить ноги. О, проплыть придется. Так, поплыли. Водопад. Да, похоже, мы сейчас выйдем. или нет да какая разница собственно правда нам похоже вниз что ли нет судя по всему навряд ой 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 нет все таки вниз это что еще такое офигеть вот этого я явно не ожидал что происходит у меня есть ощущение что я пока не буду говорить о своих ощущениях подозрениях по поводу сюжета но я по моему что то начинаю понимать может мне наверх плыть что то что происходит блин ну до чего красиво это же просто шикарно совершенно не ожидал от данной игры каких-то особых графических красот ну то есть я трейлер видел конечно но одно дело увидеть трейлере другое в живую и мы идем на свет да надо сказать не очень безопасная была прогулочка по пещерам сколько раз мы шваркнулись вниз похоже что мы выбираемся я не знаю сколько там уже по времени это все занимает на похоже придется поделить на две серии потому что я не знаю сколько там уже по времени это все но натурально уже ночь огромная луна луна Диаграмм. Все мои галлы взяли в поле. Они не будут росты на этих изданиях. Лура неба на Санкт-Петербурге слишком сильная. Как кажется ему, эти схемы олицетворяют его жизнь. Красиво, конечно. Просто офигеть как. Что у нас там такое на пригорке? Мы сняли муну на Санкт-Петербурге, и злые льти падают, как звезды, вверх. Ничего не понимаю, что он говорит. Неужели они сделали это умышленно? Чтобы сбить с толку ученых, которые это все найдут? Шприц. Таблетки. Предельно странно. Предельно странно. Должен отметить. Блин, ну до чего же в игре красивая музыка. Как вы заметили, от меня идет не так много комментариев. Я просто наслаждаюсь уже. Настолько это все атмосферно, круто. Настолько грузит. Что я просто смотрю по сторонам. С открытым ртом. И думаю, что же тут происходит. Так, нам похоже он туда нужно идти. Следовательно. По давней традиции мы пойдем сюда. А, ну здесь кроме этой схемы ничего нет, к сожалению. Ну да ладно. Это Эстер что ли? Ладно, идем дальше. А тут что такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Зачем они складываются? Зачем они складываются? Зачем они складывают тут запчасти машин? И что это были за звуки? Довольно много уже прошли, надо отметить. Прошли порядочно. Что он несет? Обалдеть. Так, что же нас ждет за поворотом? За поворотом нас не ждет ничего. Что? Да. Да. Вот про эту армаду он и говорил. Неужто капитальные постройки, а то все здесь какое-то деревянное. А это прям железобетон, это хорошо, правда, гараж какой-то похоже. У-у-у-у, да, чудеса у нас. Куда же мне идти тогда? Так, но судя по всему отнюдь не сюда Ну что же, будем смотреть Возможно куда-то это нас все и выведет Скажем, там вроде как лестница наверх Как раз таки постепенно Мы приближаемся к этой антенне Так что, подожди ты чего не идешь Так что, видимо мы идем правильно Но если с открытыми помещениями Данный движок справляется, как видите Неплохо просто, но не более Больше того, все выглядит достаточно современно То с закрытыми пространствами Типу пещеры, это просто Ну вообще настолько шикарно выглядело Что у меня просто не было слов Красивая игра Вот чего у нее точно не отнять Так это то, что она красивая Зачем же ты шел наверх? Может он таким образом хотел выйти на связь? Я начинал мою путешествие в паузу Аплодисменты. Когда мы становимся в воду, когда ковер дезинтеградится, мы будем его минглить. Когда этот аэроплейный аэропейн укрепляет саду и коверит параллельные вапо-трайлы в твердом, мы будем вместе. Ну ладно. Я не совсем понимаю, что он несёт. Скажу честно. Если только Доннелли испытывал это, он бы увидел, что он был в своём саду, как я. Просто как я становлюсь в этой ойландой, он становился его сифилисом, укрепляя в святые синапсы стены, инфекция. Ну как скажешь. Я всё больше и больше удивляюсь тому, что он говорит. По-моему, это натурально болит сумасшедшего. Хотя под ним, конечно, скрывается глубокий философский смысл, но это не отменяет. Одно другому не мешает, как говорится. В середине, как он он измешал. Какой хранитель. Какой хранительный враг, он сломан на кроточки. Брошен и спирал. Брошен на землю в саду, что на земле сняли. Мы обранили, мы сломаем и сссбили. Эти волосы вшли, эта степень, это конститная. Я возьму сломать. Я возьму сломать. Я возьму сломать. Это что, со времен Второй мировой осталось? Бункер какие-то. Так, теперь мне, видимо, еще выше. Опасность только для пополномоченного персонала. Но сейчас, я думаю, тут уже все без разницы. Могу сказать, что, судя по всему, сюжет я понял. Но пока что не буду свои предположения высказать, потому что, если в итоге все это окажется неправдой, то я буду глупо выглядеть. Поэтому ждем развития событий. Какой бедок, да? Все, похоже, монофинишный прямой. Продолжение следует... А? Он был не полезен, как сипалитикой картофер, уничтоженный говод, уничтоженный ног, уничтоженный стон, уничтоженный бонус для Санфорда и Эксета. Он не был уничтожен, Эстер, он не был уничтожен. Все свои дороги, свои тоннели и пути приводили, вновь, к этому моменту. Это не изображено натуральное состояние. Он не должен быть сидел там, с его кемиками и диаграммами. Он не должен быть сидел там, вновь. Такие, как видите, дела. И вот она, антенна, цель нашего путешествия. Дорога, я не буду жить. Мы оставим двенок-вапорные тяги в воздухе, с белыми линзами, с белыми линзами в эти кеми. Дорога Эстер, я уничтожил мои предпоследствия, мои книги, этот смерть-закон. Оно будет написано по всей этой земле. Кто был Яковсен? Кто помнит его? Доннелли писал о нем, но кто был Доннелли, кто помнит его? Я рисую, 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 рисую в этом space все, что я смогу выделить из него. Один будет еще на этих землях, чтобы помнить меня. Я выйду из океана, как из-за земли, выйду вместе, как из-за стены, become an aerial, бейкан, и они не заберут тебя. Он всегда был приведен к тебе. Однажды, гулы вернутся в нашу кровь и в нашу историю. Я посмотрю на мою левую сторону и увиду Эстер Доннелли, во мне. Я посмотрю на мою левую сторону и увиду Паул Яковсен, во мне. Они оставят ли линии белые львы в воздухе для достижения на земле, где помощь будет создать. Офигеть. Я все понял. И я был совсем не прав в своих предположениях по поводу сюжета. Все это время мы играли как раз таки за человека, который читал эти монологи. А это все, все эти знаки, это его наследие, которое он хотел оставить после себя. Блин, по-моему, просто прекрасно. Офигеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но данная игра доставила просто какое-то незабываемое удовольствие Незабываемое ощущение Совершенно ни на что не похожее Очень интересное Очень неторопливое Поднимает довольно непростые вопросы Очень многим будет непонятно кое-что из них Я вот допустим не понял часть посыла Но постепенно сейчас вот досмысливаю Есть в общем о чем подумать в данной игре В целом Повторюсь Вещь отличная и по моему просто обязательно Приобретение всем любителям всего Эдакого в стиме продается Кому нужно бегом покупать В остальном что же Такой вот у нас был воскресный хоррор Который в итоге вышел совсем не хоррором Но случай у нас Особенный так что я думаю сегодня Вы меня простите В принципе ладно Спасибо что посоветовали Хотя в принципе я и без вас Очень пристально следил за данной игрой Собирался в ближайшее время пройти Но как бы то ни было Подписывайте в комментах Все что вы думаете по поводу того Что тут происходило По моему это было просто прекрасно Мне очень понравилось Надеюсь вам так же С вами был Артур Всего хорошего Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok